Уважаемый председатель, следует реагировать на сенсационные заявления со стороны представителей некоторых террористических и экстремистских организаций. Они продолжают свою политику под дискредитацией правительства, исходя из своих личных интересов и коррестных целей. Заявление здесь инцидента не соответствует действительности, и налицо явная подмена фактов. Были подобные случаи, однако совсем иного содержания. Например, в случае с эстрадом Курбановой имел место факт попытки суицида во время этапирования. За проявленную халатность были уволены три сотрудника милиции. Также отсутствуют факты гибели людей на официальных мероприятиях. Есть отдельные факты по домашнему насилию, и уполномоченные органы предпринимают соответствующие меры в рамках законодательства. И следует использовать эти факты как доказательство бездействия государства или их санкционирования. По поводу хиджаба мы уже заявили свою официальную позицию. Что касается тестов на действенность, то это тоже недостоверная информация. После поправки в Семейный кодекс Республики Тазистан в 2016 году введено обязательное бесплатное медицинское освидетельствование новобрачных. Однако освидетельствованию подлежат определенные инфекционные заболевания, а не действенность. В заключении хотелось бы сказать, что в некоторых интернет-ресурсах появились информации о якобы введении проверок на действенность в Республике Тазистан. Теперь стало ясно, откуда такие сведения берут корни. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...